Дополнительное выделение 20 миллионов рублей на празднование Дня города вызвало недовольство среди оренбургцев. Многие вспомнили фразу мэра «гуляем на все деньги», пожалуй, уже ставшую крылатой, и отметили неразумность таких трат. Сколько изначально планировалось на праздник в мэрии, не комментируют, но отмечают, что все траты на благо горожан. Благословственное выражение в город Оренбург, которое, собственно, будет работать десятилетия, я думаю, с рачительным отношением, мы только выглянем от этого. Те же самые, даже остановки надо ремонтировать, потому что иногда просто негде даже сесть в пазик подождать своего с утра пораньше. Праздники должны быть, давно никаких не было. Сколько уже на карантине люди разобщены. Например, на лечение детей. Люди устали, людям хочется праздника, это неплохо совсем. Людям легче, и психологически происходит разгрузка. Я всегда за, чтобы делались какие-то развлекательные для детей, в общем, какие-то там игровые площадки. Общественники заявляют, что потратить такие деньги можно на действительно необходимые городу вещи. По подсчетам урбаниста Виктора Богданова, с начала года на праздничные мероприятия потратили больше 100 миллионов рублей. Потратить деньги на безопасность, потому что люди гибнут на дорогах Оренбурга, на которых нет светофоров, нет нормальных знаков. Купить несколько нормальных автобусов вместо пазиков, сделать какой-нибудь тактический урбанизм, типа парк Лето. Вопрос всегда в приоритетах. Что важнее и куда правильнее потратить денежные средства. Понятно, что эта покупка, вообще, и эта формула, и эта схема, она настолько нецелесообразна и настолько вызывает возмущение у рядовых граждан, у рядовых оренбуржцев, которые постоянно заходят в магазин, которые едут на общественном транспорте, которые выходят из подъезда ободранного, обшарпанного, подходят к мусорным бакам для того, чтобы выкинуть пакет с мусором. И видят эти огромные мусорные кучи. Представители некоммерческих организаций собирают деньги на свои проекты буквально по копейкам. Это лекарство для больных детей или продукты для нуждающихся семей. Поэтому в среде благотворителей новость о 20 миллионах рублей на праздник восприняли с недоумением. Сейчас некоторые организации, они, скажем так, разыгрывают грантовские заявки, то есть подают НКО, некоммерческие организации заявки, тем самым пытаясь в своей сфере, скажем так, привлечь какие-то средства, чтобы можно было решить какие-то такие вопросы. Безусловно, есть много проектов, куда можно было бы направить эти средства. Кроме того, оренбуржцы говорят и о том, что выделенные 20 миллионов можно было бы направить и на лечение детей. Например, на эту сумму можно обеспечить вакцины и спинразы двух детей с диагнозом СМА. Также можно построить приют для собак, оборудовать детские площадки или реставрировать объекты культурного наследия.